Рыбинская детская больница готовится к большому ремонту. Недавно в ней буквально заново сделали молочную комнату для новорожденных. Теперь планируют основательно взяться за педиатрическое отделение на четвертом этаже. Анна Мельник продолжит. Петюша. Петюша мой гаденький. Ваня практически не отходит от кроватки младшего брата. Переживает. Двухмесячного малыша привезли в Рыбинскую детскую больницу с пневмонией. Очень опасно. Причем у него без температуры она была. Вылечили нас. Все хорошо. Новость о том, что скоро это отделение будет отремонтировано, мамы принимают с воодушевлением. Я надеюсь, что ремонт будет. Надеюсь, что мы никогда не попадем в больницу. На ремонт всего отделения, рассказывает главврач больницы, по смете нужно около 5 миллионов рублей. Из них 3,5 правительство уже выделило. Коридор, я думаю, можно отремонтировать и в следующем году, потому что он уж не в таком плачевном состоянии. А в первую очередь комфорт нахождения маленьких детишек с мамами. Мы выбрали в первую очередь ремонт электромонтажной работы, сантехнической работы, ремонт в первую очередь палат, замена дверей в палатах. На первом этаже, где лежат самые маленькие пациенты, уже отремонтировали так называемую молочную комнату. Здесь готовят смеси для кормления. Здесь должна быть идеальная чистота, здесь должны быть стены выложены плиткой, вот именно как сейчас, как нам сейчас сделали, вот это идеальная молочная комната. Ремонт запланирован в рамках областной целевой программы развития здравоохранения. Эта программа не заканчивается, не прекращается, она у нас будет продолжаться, поэтому будем смотреть комплексно, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день 26 больниц у нас попали в осенний, что называется, пул ремонтно-строительных работ. Что касается Рыбинской детской больницы, планируется, что ремонт отделения на четвертом этаже будет закончен уже в этом году. Анна Мельника, Михаил Колобов, Вести, Ярославль. Продолжение следует...